Кабинет принца Гвастальского, властителя маленького феодального государства. Тяжелая резная с позолотой мебель украшает комнату с высокими стрельчатыми окнами. Принц, сидя за столом, просматривает письма. Просьбы. Одни только просьбы. Одни только жалобы. И нам еще завидуют печальные дела. Если бы мы могли всем помогать, вот тогда нам можно было бы завидовать. Эмилия. Принц распечатал письмо. Эмилия. Эмилия. Но это... Это какая-то Эмилия Брунесский. Не Галютти. Не Эмилия Галютти. Ну, чего же хочет эта Эмилия Брунесский, а? Большие претензии. Эмилия. 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 Маринелья. Эмилия. 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 С добрым утром, Конти. Как поживаете? Что поделывает искусство? Принц, искусство ищет хлеба. Этого ему не следует делать, этого оно не должно делать, по крайней мере, в моих маленьких владениях. Но художник должен все-таки охотно трудиться. Трудиться? Это его наслаждение, принц. Но если художник вынужден слишком много трудиться, он может перестать быть художником. Да, но я разумею, не количество, а качество. Малость, но исполненность у сердца. Вы ведь пришли не с пустыми руками. Я принес портрет, который вы мне заказывали. И принес еще другой портрет, который вы мне не заказывали, но достойный вашему вниманию. А какой же я вам заказывал, никак не могу припомнить? Графини Орсина. В самом деле? Да, но ведь заказ был сделан уже давно. Наши прекрасные дамы не каждый день расположены по-друге. Хорошо, хорошо. Где же портреты? В приемной. Сейчас принесу. Ее портрет? Пускай. Ее портрет все же не она сама. И, может быть, я снова найду в портрете то, чего уже не вижу в самом оригинале. Нет, нет, я этого не хочу. Ах, несносный художник. Я даже думаю, что она его подкупила. Прошу вас, принц, принять во внимание границы нашего искусства. Многие из самых привлекательных свойств красоты лежат за его пределами. Встаньте здесь. Превосходно, Контий. Превосходно. Достойно вашего мастерства и вашей кисти. Но вы польстили, Контий. Вы безгранично польстили. Так оригинал был как будто другого мнения. Да и на самом деле я польстил не более, чем того требует искусство. Искусство должно изображать так, как замыслил образец пластической природы. Без увядания, без разрушения наносим устрем. Ты же мыслящий художник имеет двойную ценность. Но оригинал, сказали вы, несмотря на это, нашел... Простите, принц, оригинал особо требующий моего уважения. Я не хотел сказать, ничего для нее не выгодно. Можете говорить о ней все, что вам угодно, Контий. Ну, что же сказал оригинал? Я довольна, сказал о графине, если выгляжу не хуже. Не хуже? Она поистине оригинал. Но при этом у нее было такое выражение лица, следов которого, разумеется, нет на этом портрете. Вот этим вы ей и польстили, Контий. Ваша святость, я крайне изумлен. Чем? Чем, Контий? Все, что искусство может сделать хорошего, из больших неподвижных медузиных глаз графини, вы добросовестно сделали? Не столь добросовестно. Было бы добросовестно. Ну, скажите, можно ли по этому изображению судить о подлинном характере графини? А ведь следовало. Принц, мы художники рассчитываем на то, что готовый портрет найдет любовника, столь же горячо любящим, каким он был, делая заказ. Мы пишем глазами любви, и только глазам любви следует быть нашими судьями. Ну, хорошо. Почему же вы не принесли его месяцем раньше? Уберите его. Ну? А здесь у вас что такое? А здесь тоже женский портрет. Ох, в таком случае я предпочел бы его сейчас вовсе не видеть. Ведь с идеалом, который здесь, или вернее здесь, ему все равно не сравнится. Нет, я предпочел бы наслаждаться вашим искусством в творениях иного рода. Есть, конечно, искусство более достойное, чем мое, но, безусловно, нет оригинала, более достойного восхищения, чем это. Ага, в таком случае бьюсь об заклад, Конти, что это ваша собственная повелительница. Ну-ка, покажите. Принц поднимает глаза на поставленный перед ним второй портрет. Что я вижу? Ваше это творение или плод моей фантазии? Эмилия Глотчи? Как принц? Вы знаете этого ангела? Так немного, ровно столько, чтобы узнать при встрече. Несколько недель назад я встретил ее вместе с матерью в одном доме. Затем видел ее в храме. Знаю и отца ее. Он более всех противился моим притязаниям на Савианетту. Старый воин горд и груб. Отец, но здесь перед нами его дочь. А, будто бы она сама в зеркале. Конти, вы прекрасно знаете, что только тогда по-настоящему хвалят художника, когда при виде его произведения забывают о похвалах. Ох, однако эта работа оставила меня весьма недовольным собой. Ах, почему мы не можем писать прямо глазами? Как много пропадает на долгом пути от глаз через руку к кисти. Но утраченное и более чем переданное позволяет мне признать, что я действительно большой художник. Только, только рука моя не всегда на должной высоте. Разве думаете, принц, что Рафаэль не был бы величайшим гением в живописи, если бы он по несчастной случайности родился безруким? Как вы думаете, принц? Что вы говорите, Конти, что вы хотите знать? Ничего, ничего, так болтовня. Я вижу, вся ваша душа была в ваших глазах. Я люблю такие души и такие глаза. Значит, Конти, вы на самом деле причисляете Эмилию Гаротти первейшим красавицам нашего города? Принц! Величайшим счастьем моей жизни было то, что Эмилия Гаротти позировала мне. Она стала для меня с тех пор единственным предметом изучения женской красоты. Портрет написан, если ее получил ее отец, но это копия. Конти, неужели вы ее кому-нибудь обещали? Она предназначается для вас, если она вам по вкусу. По вкусу? Это ваш образец изучения женской красоты. Что может быть лучше, как сделать его и своим. А тот портрет захватите с собой. Заказать раму. Ах, отлично! Самую красивую, самую роскошную, какую только речик сможет изготовить. Портрет будет помещен в галереи. А этот останется здесь. Ведь с этюдом не требуется таких церемоний. Его не вывешивают, его предпочитают держать при себе. Благодарю вас, Конти! Благодарю. Как я уже сказал, в моих владениях искусство не должно искать хлеба, пока он есть у меня самого. Поэтому пройдите сейчас все козначениям и получите за оба портрета. Сколько захотите. Сколько захотите, Конти. Ваша светлость, я начинаю опасаться, что вы хотите вознаградить меня не только за искусство, но и за нечто другое. О, ревнивый художник. Нет, нет, Конти. Слышите, сколько захотите. Сколько захотите. Сколько он захочет. Тебе нет, сыны. О, прекрасное творение искусства. Неужели я действительно обладаю тобой? Все, что вы хотите за нее, добрая мать, все, что хочешь ты, старый воин, только требуйте, только требуйте. Но лучше всего было бы купить волшебница тебя, у тебя же самой. Эти глаза, полные прелести и скромности, эти уста. А когда они улыбаются? А когда они открываются, чтобы говорить? О, эти уста. Я слышу шаги, это должно быть, Маринель. Какое бы утро я мог провести, если бы я за ним не послал. Принц быстро прячет портрет. Ваша светлость, мне простит. Я не ожидал столь раннего призыва. Я хотел поехать кататься. Утро было так хорошо, но теперь уже она прошла, прошла и у меня охота. Ну, что у нас нового, Маринель? У меня нет никаких важных сообщений. Графиня Орсина вчера приехала в город. Да, вот от нее утреннее приветствие. Но я не любопытен и не старался узнать, что это такое. Вы говорили с ней? К сожалению, я поверен на ее тайну. Но если я когда-нибудь снова стану таковым у дамы, которая вздумается серьезно вас полюбить... Не ручайтесь, Маринель, не ручайтесь. Да? Действительно, принц, это может случиться. Значит, графиня не так уж не права? Во всяком случае, весьма неправа. Мое сердце приносится в жертву жалким государственным интересам. И мое близкое бракосочетание с принцессой Масанской требует, чтобы я прежде всего порвал все связи подобного рода. Фаворитка возле такой супруги всегда найдет себе место. Она боится, что ею пожертвуют не для супруги. А ради новой возлюбленной? Ну и что же? Не хотите ли вы вменить это мне в преступление? Он не смешивает меня с безумными, чьи слова я передаю. Передаю ей жалости. Вы знаете, она ищет свое утешение в книгах. Боюсь, они ее совсем доконают. Если она сходит с ума от любви, то рано или поздно это случилось бы с ней без любви. Ну и довольны о ней. Поговорим о чем-нибудь другом. Неужели в городе решительно ничего не случилось? Да, почти что так. Ведь венчание графа Апиани, которое должно состояться сегодня, это все равно что ничего. Граф Апиани с кем? Я должен был бы знать, что он помогает. А дело хранилось в строжайшей тайне. Да и нечего было поднимать большой шум. Вы будете смеяться, принц. Девушка без положения, без состояния сумела завлечь его в свои сети. При помощи небольшого творства и сильного блеска добродетели, чувства, остроумия и не знаю всего. Ну, а как зовут эту счастливицу? Ведь как бы там ни было, граф Апиани вполне достойный молодой человек. Я знаю, что вы его терпеть не можете. Так же, как и он вас. Я бы хотел его очень приблизить к себе. Я еще подумаю об этом. Есть здесь только уже не поздно. Насколько я знаю, он совершенно не намерен искать счастья при дворе. Он собирается отправиться со своей повелительницей в Пьемонтские долины. Охотится в альпах со серными и дрессировать с руками. Есть ли у него лучший выбор? Вследствие неудачного брака, в который он сейчас вступает, здесь для него все кончено. Круг лучших домов для него закрыт. Ну уж, эти ваши лучшие дома, дома, где царят церемонность и скука, они редко и нужда. Однако назовите мне ту, которую им приносят столь великие жертвы. Это какая-то Эмилия Галлорьевича. Как вы сказали? Какая-то? Эмилия Галлорьевича. Эмилия Галлорьевича? Не может быть. Уверяю вас. Я вам говорю, что вы ошибаетесь. Возможно, что это Галлорьевич, род Галлорьевича велик, но не Эмилия Галлорьевича, не Эмилия. Эмилия. Эмилия Галлорьевича. Значит, есть другая, которую так зовут. И к тому же вы сказали, какая это Эмилия Галлорьевича. А настоящий так может сказать только глупец. Ваша светлость, вы не себя. Неужели вы знаете эту Эмилию? Спрашивать, напишите мне, а не тебе. Ваша. Ну, Эмилия Галлорьевича, ваш полковник Агаллорьевича Бионетти. Она Эмилия. И живущая вместе с матерью здесь в восстании. Она Эмилия. Недалеко от храма всех святых. Она Эмилия. Достав портрет Эмилии, принц показывает его Маринелли. Это. Это Эмилия Галлорьевича. Ну, скажи еще раз. Это проклятая она именно, Иван Зимний кинжал в сердце. Она именно. Палач! Эта самая Эмилия Галлорьевича станет сегодня графиней Аппиани. В отчаянии принц бросает портрет на пол. Венчание состоится в тишине. В имении отца в Сабиолете в полдень мать, дочь, граф, может быть, несколько друзей отправятся туда. Тогда я погиб. Если это так, я не хочу больше жить. Что с вами, Ваша Света? Что со мной, предатель? Что со мной? Да! Я люблю ее! Я молюсь на ее! И вы должны были это знать. Вы должны были давно это знать. Все вы, которые хотели бы, чтобы я всю жизнь влачил по стыдной оковой этой безумной графине Орсина. Но как? Огливы, Маринелли! Вы! Так часто уверявшие меня в своей глубочайшей дружбе. Принцев нет друзей. У них не может быть друзей. Как вы могли так веролонно, так товарно скрывать от меня до последней минуты опасность, которая грозила моей любви. И сам когда-нибудь это прощу. Пусть не простится мне ни один из моих греков. Вы любите Эмилию Галокчину. Так клятва за клятву. Если я имел хоть малейшее представление, хоть малейшую догадку об этой любви, то пусть отступятся от меня все ангелы и все святы. Именно об этом хотел я поклясться графине Орсине. Ее подозрения идут совершенно по-другому. Простите меня! Простите меня в таком случае! Маринелли! Ну, посочувствуйте мне! Посочувствуйте мне! Вот, вот плоды вашей недоверчивости. Вы говорите, у принцев нет друзей. У них не может быть друзей. А в чем причина, если это так? Причина в том, что они не хотят иметь друзей. Сегодня они удоставили нас своим доверием, делятся самыми тайными пожеланиями, а завтра мы для них так же чужды, словно они не обменивались с нами ни единым словом. Ну, как же я мог доверить вам то, в чем я не хотел признаться самому себе? Значит, еще менее признались виновницы ваших страданий? Все мои старания переговорить с ней второй раз оказались напрасны. А в первый раз? Я говорил с ней, я схожу с ума. Зачем вам так подробно расспрашивать, как это со мной случилось? Спасите меня, если вы можете, а потом уже расспрашивайте. Спасти вас? А что тут спасать, ваша смертность? В чем вы опоздали? Признаться Эмилии и Галоти? Вы признаетесь графине о пьянии только. Говорите серьезнее. Товар, который нельзя приобрести из первых рук, приобретают из вторых. Говорите серьезнее. И нередко украина из вторых рук он обходится дешевле. Вы забываетесь. Правда, зато он бывает и хуже. К тому же, граф хочет уехать с ней отсюда. Надо будет подумать о каком-нибудь другом средстве. О каком? О каком? Любезнейший, добрейший, Мариней. Ну, ну, придумайте за меня, что бы вы стали делать на моем месте? Ну, прежде всего, смотрел бы на бездельцу, как на бездельцу. Затем сказал бы себе, что я не понапрасну хочу быть тем, кем я создан, властелином. Не цтите мне, указывая на власть, которую я в данном случае не могу воспользоваться. Вы говорите, сегодня. Уже сегодня. Так, сегодня только это должно свершиться. А нельзя помочь лишь тогда, когда дело уже сделано. Хотите, принц, предоставить мне свободу действия? Согласны ли вы одобрить все, что я сделал? Все! Все, что только способно предотвратить этот удар. Так не будем тебя, беремене. Но вы не должны оставаться в городе. Выезжайте немедленно в ваш загородный замок, в Досало. Дорога в Собионетту проходит возле него. Если мне не удастся мгновенно удалить грампа, тогда, я думаю, но нет, я уверен, он обязательно попадется в эту ловушку. Ведь вы хотите, принц, под случаю вашего бракозачетания отправить вашего посланника к герцогу-масландскому. Пусть граф будет этим посланником с условием, что он уедет еще сегодня. Понимаете? Отлично. Отлично. Ступайте скорее. Я сейчас же сажусь в карету. Скорей. Скорей, Малинайли. Скорей. Где же она? Где же она? На полу. Это уже слишком. Я не могу больше смотреть на тебя. Довольно и томился и вздыхал и ничего не сделал. А что, если все пропало? Что, если у Малинайли ничего не выйдет? Мне пришло в голову. В этот час, да, в этот час благочестия девушка имеет обыкновение каждое утро слушать мессу у доминиканцев. Что, если я попытаюсь там с ней заговорить? Но сегодня, сегодня день ее свадьбы. У нее на сердце другие дела, а не месса. Впрочем, кто может знать? Выход один. Подать карету и советников нет еще никого? Камилло Ротт. Пусть войдет. Только бы он меня не задержал. Тут была просьба некой Эмилии Бурнески. Ну, любезная мне не до вас. Сюда, Ротт. Сюда. Вот что я распечатал сегодня утром. Мало утешительного, но вы сами увидите, что надо сделать. Собирайтесь. Хорошо, ваша светлость. Дан, здесь была просьба некой Эмилии Галлотти. Бурнески! Бурнески, я хотел сказать. Просьба совсем немаленькая. Я написал свое согласие, однако вы подождите с исполнением и даже не ждите, а как вам будет угодно. И как мне будет угодно. Ну, что еще? Подписать что-нибудь? Нам нужно подписать смертный приговор. Весьма охотно. Давайте сюда, быстрее. Смертный приговор. Я слышу, слышу, я бы уже успел это сделать. Давайте. Я тороплюсь. Ну? Простите, ваша светлость, но я, видимо, не захватил его с собой. Я думаю, что с этим можно повременить до сих пор. Да, можно и так. Собирайте же, рота. Мне нужно ехать. Завтра займемся подольше. Подольше, рота. Весьма охотно. Весьма охотно. Смертный приговор. Весьма охотно. В эту минуту я не дал бы подписать приговор, если бы даже дело шло об убийце моего единственного сына. Весьма охотно. Весьма охотно. В доме полковника Галлотти идут приготовления к свадьбе Эмирии. В вестибюле слуга Пирро укладывает вещи в огромный раскрытый сундук. Из внутренних комнат выходит хозяйка дома Клавдия, еще не старая женщина, одетая в нарядное утреннее платье. Кто там примчался во двор? Наш господин сударыня. Мой супруг? Не, не может быть. Он идет сюда. Можно как неожиданно. В дверях появляется Одуард в колодец. Мой дорогой. С добрым утром. Мой дорогой. добрым моя милая. Ну что, не правда ли вот это называется удивитель? И самым приятным образом есть только за этим ничего не скрывается. Ничего ничего более. Не беспокойся. Сегодняшнее счастье заставило меня рано проснуться. Утро было так хорошо, путь так недалек. Мне пришло в голову, что вы можете легко о чем-нибудь позабыть. Одним словом, я приезжаю, бросаю на все взгляд и тотчас же уезжай обратно. Ну где Эмилия? Без сомнений занята приготовлением. Своей души. Она в церкви слушает мессу. Сегодня сказала она более чем любой другой день необходимо молить Всевышнего о милости. Бросила все, накинула на себя вуали и поспешила. Как? Совсем одна? Да тут же всего несколько шуток. Ведь достаточно одного, чтобы оступиться. Ну мой дорогой, не сердись. не хочешь и лучше отдохнуть и закусить с дороги. Ну как хочешь Клавдия и все таки все таки она не должна была идти одна. Ну не сердись. Перо оставайтесь здесь и не принимайте сегодня никаких посетителей. Которые являются только из любопытства. Клавдия уходит вслед за мужем. О чем только не расспрашивали меня в течение последнего часа. Ну вот кто-то идет. В открытом окне показывается человек. Посмуглое лицо с резкими чертами почти скрыто надвинутой на глаза шляпой. Пиро! Анжела, ты? Как видишь, я уже давно хожу возле дома, чтобы поговорить с тобой. На одно слово. И ты отваживаешься снова показываться среди людей? Ведь после твоего последнего убийства тебя объявили вне закона. За твою голову назначена награда. Но ведь ты не хочешь заслужить ее? Ничего тебе надо. Прошу тебя, не делай меня несчастным. Анжела достает из-под площад туго набитый кошелек и протягивает его пир. Не этим пирет твоим. Мое? Разве ты забыл, что твой прежний хозяин немец, которого ты заманил к нам в ловушку по дороге в Паду? Вообще об этом я ничего не хочу оставься себе. Во мне как хочешь, если тебе все равно за сколько ты продаешь свою гость. Давай сюда. Что же еще? Ведь не только ради этого ты разыскал меня. Тебе это кажется невероятным негодяем? Что ты о нас думаешь? Что вы способны отнять у кого-нибудь заработанное и это может быть принятым так называемых порядочных людей, но не у нас. Прощай. Анжела скрывается и через мгновение появляется в комнате. Да, я хотел спросить у тебя. Старый Голотти совершенно неожиданно прискакал один в город, что ему нужно? Его дочь сегодня вечером в их родовом поместье выходит за графа Афиани и он не может дождаться честного. Скоро уезжает обратно? Так скоро, что застанет тебя здесь, если ты еще замешкаешься? А когда же едут молодые? В полдень. И много будет провожаток? Все поедут в одной карете. Мать, дочь, граф и несколько друзей. Да, суки, только двое. Не считай меня, я поеду верхом впереди. А, это хорошо. Еще один вопрос. Чья карета ваша или графа? Графа. Плохо. Там еще форей, сильная куча. Чего ты хочешь? Немногие драгоценности, которые могут быть у невесты, вряд ли стоят труда. Зато стоит сама невеста. И в этом преступлении мне также придется быть твоим соучастником? Поедешь верхом впереди. Скачи себе и скачи, да не оглядывайся назад. Никогда. Что? Я думаю, ты меня знаешь. Если ты проболтаешься или если хоть что-нибудь окажется не так, как ты мне объяснил. Анжела, во имя небо. Делай то, что необходимо. Анжела исчезает. Стой дьявол ухватить тебя за один лишь волосок и ты уж его навеки. Ой, я несчастный. Вестибюль возвращаются Клавдия и Одорад. Ее слишком долго нет. Я не могу больше. Одну минуту. Я не могу больше, Клавдия. Ну, пойми, Эмилия будет страшно огорчена, когда не застанет тебя. Я должен еще завернуть графу. С трудом могу дождаться мига, когда назовусь своим сыном этого достойного молодого человека. Все в нем меня восхищает. И больше всего это желание жить уединенно в отеческих долинах. А у меня сердце разрывается при мысли, что мы должны будем скоро навсегда потерять наше единственное возлюбленное дитя. А что называешь ты потерять ее? Ну что ж, хочешь оживить мое давнее подозрение о том, что шум города и близость двора заставили тебя остаться с нею здесь, а не сознание дать нашей дочери приличное воспитание. Эдуард, это несправедливо. Позволь мне сказать тебе несколько слов за счет этого города в близости ко двору, который так нетерпим и твоей строгой добродетели. Здесь и только здесь любовь могла соединить созданных друг для друга. Только здесь граф мог найти Эмилию и нашел ее. Это я допускаю. Хорошо, что так кончилось с этим городским воспитанием. Теперь назначенные друг для друга они соединились и не мешай. Не мешай им отправиться туда, куда призывает их невинность и тишина. Биро! Биро! Я здесь. Ступай, отведи моего коня к дому графа. Я приду вслед за тобой и поеду оттуда. Слушался. Скажи, пожалуйста, что делать здесь графа? Гнуть спину, льстить и ползать, достараться взять верх над разными маринелли, чтобы добиться успеха, которого ему не нужно? К тому же, ты забываешь Клавдии о том, что он из-за нашей дочери окончательно портит свои отношения с принцем. Принц ненавидит меня? Гораздо менее, чем ты опасаешься. Опасаешься? Есть нечего опасаться? Говорила ли я тебе, что принц видел нашу дочь? Принц? Где же? У канцлера Гримальди, на последнем вечере, который принц удостоил своим посещениям. Он был к ней так благосклонен, так усердно превозносил ее красоту. Превозносил? Да ты все это мне рассказываешь с восторгом. Клавдия, ты тщеславная, безрассудная мать. А почему? Этот злоснолюбец, который восхищается чем-нибудь, несомненно, захочет добиться своего. Одна мысль об этом приводит меня в бешенство. Ты должна была меня сейчас же известить об этом. Однако мне не хотелось поговорить тебе сегодня неприятные вещи. А если я задержусь, это обязательно случится, поэтому пусти меня. С Богом, Клавдия. Надеюсь, благополучно приедете вслед за мной. Эдуарду скрывается за дверью. Что за человек? Все кажется ему подозрительным. Однако где же имели принца врага и отца? Неужели он обратил внимание на дочь только для того, чтобы опозорить отца? Да нет, не может быть. Что за человек? С улицы стремительно вбегает взволнованная, побледневшая от страха Эмилия. Слава Богу! Слава Богу! Теперь я в безопасности. Он еще сюда последовал за мной. Матушка! Матушка, он еще последует меня! Матушка! Эмилия бросается к окну. Нет! Нет! Благодарение не было. Что с тобой, с дитя мое? Ничего. Ничего. Ты так встревожен. Что мне пришлось выслушать? И где, где я должна была все это услышать? Я думала, что ты в церкви. Именно там это все и случилось. Что церковь, алтарь, порогу? Матушка! Ну, успокойся. Успокойся, мое дитя. Скажи мне, что плохого могло случиться с тобой там, в священном месте. Соберись с мыслями, скажи мне, что с тобой случилось. Только что я преклонила колени дальше от алтаря, чем обычно, потому что я очень поздно пришла, только что стала возносить свое сердце к Всевышнему, как кто-то занял место вплотную сзади меня, совсем близко от меня. Я не могла отодвинуться ни вперед, ни в сторону, как я не хотела. Я боялась, что молитва кого-нибудь из соседей мне помешает сосредоточиться на своей. Но прошло немного времени, и я услышала совсем у своего уха не имя святого, а имя бабушки. Не сердитесь. Имя вашей дочери, мое имя. если бы сильный гром не отдал мне больше слушать. Он мне говорил о красоте, о любви. Он жаловался, что день, означающий счастье для меня, навсегда сделает его несчастным. Он заклинал меня. Я должна была все это слышать, но я не оборачивалась. Я хотела показать вид, будто я ничего, ничего не слышу. Что могла я сделать еще? Конец. Пришло время снова подняться. святая служба кончилась. Матушка, я дрожала, боясь увидеть того, кто смелился позволить себе такое оскорбление. И когда я вернулась, и когда я его увидела, кого? Летя мое. Матушка, угадайте, угадайте, мне казалось, что земля разверзнется подо мною. Его, его самого. Кого? Самого? принца. Принца. Дальше, дальше, мое дитя. Я надеюсь, когда ты узнала принца, ты достаточно обладела собой, чтобы высказать ему все презрение, которое он заслуживает. Я не обладела собой, матушка. После первого взгляда, когда я его узнала, у меня не хватило мужества еще раз на него посмотреть. Я побежала. А он за тобой? Этого не знала, пока не почувствовала, что на паперте меня схватили за руку. Это был он. От стыда я должна была остановиться, вырваться от него. Это обратило бы на нас внимание проходящих. Он мне говорил, и я ему отвечала. Но что он говорил, что я отвечала? Я ничего не помню. Не помню, как вырвался я от него, как выбежал из ограды. А помнился я уже на улице, и слышу, как он бежит за мной. И следом за мной вступали в сад, и следом за мной подымались по лестнице. Нет, нет, не бойся. Он не отважится преследовать тебя так далеко. Боже мой, боже мой. Если бы твой отец узнал об этом, как бы он рассверепел. В бешенстве ему бы казалось, что я способствовала тому, чего я не могла ни предвидеть, ни предупредить. Успокойся, мое дитя, сочти за сон все, что с тобой случилось. Нет, матушка, граф должен об этом знать. Я должна ему все рассказать. Ради всего святого не надо. Зачем? К чему ты будешь из-за пустяков? Да, да, из-за пустяков тревожить его. Даже если он сейчас и не встревожится, то знай, дитя, яд, который, хоть и не действует сразу, все равно остается опасным ядом. Что не произведет никакого впечатления на жениха, то потом подействует на мужа. Моя дорогая, как часто муж становится тогда совершенно другим существом. Да хранит тебя твоя звезда от этого испытания. Вы знаете, матушка, как я всегда подчиняюсь превосходству вашего рассудка. Но если граф узнает от другого, что принц сегодня говорил со мной, разве мое умолчание рано или поздно не умножит его тревоги? Нет, я думаю, лучше мне ничего не таить от него на сердце. Это слабость, слабость, мое дитя. Нет, нет, не говори ему ничего, не показывай даже и вида. Хорошо. Матушка, у меня нет воли против вашей. Ох, как я пуглива. Теперь мне стало совсем легко. Если я могла совсем по-другому себя вести, и не уронила бы своего достоинства. Я не хотела тебе этого говорить, пока твой собственный здравый смысл не подскажет тебе это. Но я знала, что он тебе подскажет, как только ты придешь в себя. принц галантный мужчина. А ты, моя дорогая, совсем мало знакома с ничего не значащим языком галантности. На этом языке простая любезность становится чувством, каприз желанием, желанием умыслом. Ничто на этом языке звучит, как все, а все на нем значит тоже, что ничего. Матушка, в таком случае страх мой просто смешок. Ну, конечно. Пусть мой славный пьяный ничего не знает об этом. Я слышал, его шаги. Он сам идет сюда. Эмилия прячется за высокой откинутой крышкой сундука. Вошедший граф Апиани в задумчивости не замечает невесты. Эмилия захлопывает крышку и подходит к графу. Моя дорогая, я не ожидал встретить вас здесь. Я пожелала, чтобы вы граф были веселее там, где не ожидаете меня встречать. Как торжественный, так серьезный, разве этот день не заслуживает более радостных порывов? Он стоит больше, чем вся моя жизнь, но он полон для меня такого блаженства, что, может быть, это блаженство делает меня столь серьезным, или, как вы называете, торжественным. Ах, и вы здесь, сюда. Скоро я буду называть вас более нежным именем. Это будет моей величайшей гордости. О, моя дитя, как ты счастлива. Скажи, что твой отец не захотел разделить наши радости. Я только что вырвался из его объятий, вернее, он из моих. Как? Отец был здесь? Моя имидия, что за человек ваш отец? До каких возвышенных мыслей поднимается моя душа в его присутствии? Никогда моя решимость быть всегда добрым и благородным не бывает сильнее, чем когда я его вижу, чем когда я думаю о нем. И чем еще, кроме осуществления этого решения, я смогу сделать себя достойным чести называться его сыном. Быть вашим моя имидия. Однако, дети, мои время. Имидия, тебе пора переодеться. Зачем, сударь? Ну, что вы, сударь? Неужели вы ее поведете к алтарю в таком виде, в каком она сейчас? Правда, я это только сейчас заметил. Кто может смотреть на вас, Эмилия, и думать о вашем наряде? А почему бы ей не пойти под венец такой, как она сейчас? Нет, милый граф, не такой, не совсем такой, но и не очень нарядный. Нет, нет, не очень. Постой, я буду готова. У меня не будет ни одного из тех драгоценных камней, которые мне подарила ваше расточительное великодушие. Я могла бы возненавидеть эти камни. Они мне приснились три раза. Как? А я об этом ничего не знала. не знала. Ну, как же, матушка, мне снилось, будто бы я их ношу, и будто каждый камень на мне вдруг превратился в жемчужину. А жемчуг, матушка, жемчуг ведь означает слезы. Что за дитя мое? Это так естественно. Ты каждый, ты всегда предпочитаешь жемчуг другим драгоценностям. Конечно. Означает слезы. Означает слезы. Как? Это и вас поражает? Вас? Да, мне следовало постыдиться. Однако, когда воображение уж настроилось на грустный образ. Почему она так настроена? А что вы мне скажете о моей выдумке? Как я была одета? Когда понравилось вам впервые. Вы еще помните? Помню ли я еще? Я в мыслях не представляю вас иной. Я надену платье такое же, как тогда. Превосходно. А волосы? В их естественном темном блеске, в локонах, каких создала сама природа. Не забывайте и о розе в волосах. отлично. Немножко терпения и я такой предстану перед вами. Эмилия уходит. Немножко терпения. Ах, если бы время существовало только вне нас, если бы одна минута не казалась нам вечностью. Граф, это сегодня серьезнее обычного. Отдаленные всего лишь на один шаг от цели ваших желаний. Может быть, вы теперь раскаиваетесь в том, что было целью ваших желаний. Матушка, как можете подозревать вы в этом вашего сына? Однако, правда, я сегодня необычайно грустен и мрач. Вы меня тревожите. Видите ли, сударня, быть отдаленным всего лишь на шаг от цели или совсем не приблизиться к ней в сущности одно и то же. Я вас не понимаю. Мои друзья настоятельно требуют, чтобы я сказал принцу хоть слово о моей женире, прежде чем она совершится. Они признают, что я не обязан этого делать, но почтение к нему этого требует. И я был настолько слаб, что обещал им это. Сейчас я собирался ехать к нему. К принцу. С балкона вбегает Пирро. Сударыня, маркиз Маринелли остановился перед домом и спрашивает графа. Меня? Прости. Вот и он сам. Пирро почтительно пропускает дверь Маринелли и выходит. Пожалуйста, извините меня, сударыня. Граф, я был у вас и узнал, что вы здесь. У меня к вам крайне срочное дело. Еще раз прошу извините меня, сударыня. Это отымется несколько минут. Я не хочу затягивать эти минуты. Поклонившись Маринелли, Клавдия оставляет его вдвоем с графом. Итак, сударь, я пришел от его светлости принять. Что вам угодно? Я горжусь, что мне выпало сообщить вам о столь отменной милости. Если граф Апиани до сих пор не хочет признавать в моем лице одного из своих преданнейших друзей... Остальные предисловия, если с ней опросить. Хорошо. Принц должен послать к герцогу Массанскому своего уполномоченного по случаю бракосочетания с его дочерью. Он долго не мог решиться, кого назначить. Наконец, Кравд, его выбор пал на вас. На меня? Это произошло не без боевого участия, если дружбе разрешается быть хвостимой. хвостимой. Вы ставите меня в затруднительные положения и как отблагодарить вас. Я давно уже перестал ожидать, что принц изволит дать мне какое-нибудь поручение. Я уверен, что ему только не доставало достойного вас случая. Ну, а если и этот случай не достоин такого человека, как граф Апиани, то, признаюсь, моя дружба была слишком поспешной в своем усердии. Дружба на каждом третьем слове? С кем я говорю, с мартизом и ренери о дружбе я никогда не мечтал. Граф признаю свою ошибку, что я пожелал стать вашим другом без вашего разрешения. Впрочем, не все ли равно милость принца и предлагаемые вам честь остаются в той же силе. Я не сомневаюсь, что вы с радостью воспользуетесь ими. Да, конечно. Так поедем куда? В дозу принцу. Все уже готово и вы должны уехать сегодня. Сегодня же? И лучше в этот час, чем в следующий. Дело крайне спешное. На самом деле... В этом случае мне очень жаль, но я вынужден отказаться от чести предозначенной вернии. Как? Сегодня выехать я не могу. Завтра тоже не могу и послезавтра тоже. Граф, вы шутите. С нами? Если эта шутка относится к принцу, то это тем забавнее. Вы не можете езжать ни отсюда. Нет. Надеюсь, что сам принц признает мой отказ заслуживающим внимания. Не было бы любопытно его услышать. О безделица, я, видите ли, сегодня женюсь. Ну и? Ну и? Ваш вопрос отчаянно на ивент Маринель. Бывали примеры, граф, когда свадьбы откладывали. Я не думаю, конечно, что этим всегда оказывали услугу невесте или жениху, но все же думается мне приказание государя. Довольно! Передайте принцу все, что от меня слышали. Скажите, что мне очень жаль, что я не могу воспользоваться его милостью, ибо как раз сегодня я вступаю в союз, который составляет все мое счастье. Не хотите ли вы заодно сообщить ему с кем? С Амилией Галотти. С девицей из этого дома? Из этого дома? Что такое? Я подумал, что было бы менее затруднительным отложить обряд до вашего возвращения. Обряд! Только обряд! Добрые родители не будут смотреть на это так строго. Добрые родители! А уж Эмилия несомненно останется вашей. Несомненно вы с вашим несомненно несомненно самая настоящая обезьяна! Вы это обо мне? Вы нет. Хром и молния. Мы с вами еще поговорим. Пап, обезьяна прислая. Проклятие я требую удовлетворение. Ты получил бы его теперь же. Только я не хочу портить такой день нежному шаниху. Граф выхватывает из ножен шпану. Течь для создания Масану я не поеду, но для прогулки с вами у меня времени с дождем. Терпенье, граф. Терпенье. Маринелли поспешно уходит. Беги! Кнусный человек. Это оказало хорошее действие на меня. Кровь моя пришла в волнение. Я чувствую себя совсем по-другому. Лучше. Граф, я слышала бурный спор. Что случилось? Боже мой, ваше лицо пылает. Что случилось? Маркиз Маринелли оказал мне большую услугу. Он избавил меня от необходимости ехать к принцу. В самом деле? Итак, мы можем выехать еще раньше. Я пойду поторопить своих людей и сейчас же вернусь. Надеюсь, что Эмилия будет готова. Я могу быть совершенно покойной? Будьте совершенно спокойной сюда. Загородный дворец принца в Дозово. Великолепный украшенный колоннадой зал. Широкая полукруглая лестница ведет в верхние покои принца. Сидя в кресле, принц слушает доклад маркиза Меринелли. Все напрасно. Он с величайшим презрением отверг предложенную ему честь. И на этом дело остановилось? Значит, еще сегодня она будет принадлежать ему? По всей вероятности. я так много ждал от вашего плана. Если глупец и подаст однажды хороший совет, то выполнение его нужно поручить умному человеку. Я должен был принять это в расчет. благодарю вас за награду. А за что вас награду? За то, что я рисковал из-за этого жизни. Когда я узнал, что ни серьезными словами, ни насмешками нельзя заставить графа предпочесть своей любви и почести, я попытался вывести его из себя. Я наговорил ему таких вещей, что он взбесился. Он осыпал меня оскорблениями. Я потребовал удовлетворения. Немедленного удовлетворения. Тут же, на месте. Я думал так. Или он меня, или я его. Если я его, то поле битвы нашей. Если он меня, что ж, в таком случае графу придется бежать, и принц по крайней мере выиграет время. А как за графа пьяни? Ведь он же словет за храброго человека. Смотря по обстоятельствам, конечно, он сказал, что у него есть дело поважнее, чем через неделю. После свадьбы, конечно. Смирий глядь. Обномысли об этом сводит меня с ума. И вы удовольствовали с этим и ушли. И вот теперь являетесь ко мне и хвастаетесь, что рисковали в жизни из-за меня, что жертвовали собой. Что ж я должен был вас из смертности еще сделать. Словно вы что-то сделали. Можете идти. Да, так кончается песня. Если б невеста была в нашей власти, ручаюсь, свадьбу бы не было. Ручаюсь? Может быть, вам дать отряд моих телохранителей, чтобы вы могли напасть на экипаж, вытащить оттуда девушку и привезти ее с триумфом ко мне? Можно увезти девушку насильно, и вместе с тем это не будет похоже на нас. Если вы были способны это сделать, вы бы так много не болтали об этом. За исход дела нельзя ручаться, при этом всегда возможны несчастные случаи. Вы прекрасно знаете, Маринели, что я не наказываю людей за то, в чем они невиновны. Итак, Ваша светлость, я имею ваше слово. Что это? Хорошо ли я расслышал? Ваша светлость, не слышали ли вы выстрелы? Вот опять. Что такое? Что случилось? А как вы думаете, а что если я оказался деятельнее, чем вы предполагаете? Деятельнее, так объясните. Одним словом, то, о чем я говорил, сейчас осуществляю. Возможно. Только не забывайте, в чем вы мне ручались. Я еще раз имею ваше слово. Но меры, меры таковы, таковы, какими только могут быть. Часть своих людей нападет на карету как будто для того, чтобы произвести ограбление. Остальные бросятся будто на помощь жертвам нападения. Во время драки, которые для виду начнут и те, и другие, мой слуга должен схватить Эмилию и принести во дворец. Так вы уговорились. Что скажете теперь принять? Меня поражает. Это так неожиданно. Мне даже страшно. Помогите, ваша света. Маска не должна вас видеть. Ох, Маринель, скорее, скорее, скорее. Мне все так неясно. Маринель, вы должны будете ее принять. Я буду здесь поблизости и войду, как только соберусь силами. Принц уходит наверх. В зале появляется человек в изорванном плаще, лицо его закрыто черной маской. Господинка Мердель, ее сейчас должны принести. Ну, как кончилось дело? По-моему, очень хорошо. Что с графом? Его, даже кто-то предупредил. Он не совсем был не подготовлен. Что с ним? Все кончено и с моим бравым Николой. Ему также пришлось поплатиться. Граф ловко в него угодил. Но зато и я угодил графа. Он повалился. Он убит? Мне жаль, дорогого графа. Маринель протягивает Анжелу кошелек. Вот тебе за твое доброе сердце. Если он живым еще вернулся в коленду, то ручаю, что живым из нее он не выйдет. Если действительно так я лишу службы у вас, если это неверный господин Коммергер. Ступай. Если опять что-нибудь понадобится, господин Коммергер, вы знаете, где обо мне узнать, ведь я дешевле любого другого. Ступай. Принц ничего не должен знать об этом. Пусть сперва он сам признает, как выгодно для него эта смерть. Эта смерть! Сколько бы я дал за уверенность в этом. За мной! Вот сюда! Она идет, я тоже не хочу быть первым попавшимся ей на глазах. За мной! Маринелли прячется за колонну. Слуга Батиста водит в зал Эмилию. Благодарю! Благодарю вас, мой друг! Попошу! Эмилия совсем одна? Где осталась моя мать? Где граб? Ведь они идут за нами вслед за мной. Я полагаю. Вы полагаете? Вы не знаете? Разве позади у нас не стреляли? Стреляли? Наверное. Выстрел попал в графа или в матушку. Я сейчас пойду за ним. Нет, нет, я нельзя, 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 я сам. Внезапно появляется Маринелли. Ах, сударня, какое несчастье! Вернее, какое счастье! Нет, какое счастливое несчастье выставляет нам видеть вас. Вы здесь, сударь? Ах, значит, я у вас. Извините меня, господин Камергер. Недалеко отсюда на нас напали разбойники. Добрые люди пришли нам на помощь. Вот этот честный человек, он вынес меня из кареты и привел сюда. Но я страшусь мысли, что я одна спасена. Матушка моя еще в опасности. Позади нас даже стреляли. Ее, может быть, убили. Простите меня, я должна идти. Я должна вернуться туда, где мне скоро будут с вами дорогие вам существа, о которых вы так беспокоитесь. Однако, батисты ступали. Беги! Они могут не знать, где находятся сюда. Приведи их немедленно сюда. Батисты уходят. Правда. Все они спасены. С ними ничего не случилось? Какой это страшный день для меня. Но нет, я не должна здесь оставаться. Я должна поспешить им навстречу. отдохните еще. Отдохните. Скоро будут с вами дорогие вам существа, о которых вы беспокоитесь. Бьюсь об заклад, что принц уже ухаживает за вашей дрожайшей и почтенной матушкой и сейчас приведет ее сюда. Что говорите? Наш всемилостивейший принц. Принц? При первой вести он помчался к вам на помощь. Он чрезвычайно возмущен, что на такое преступление могли осмелиться так близко разным. Почти на его глазах. Он приказал найти преступников и как только они будут пойманы, им назначат неслыханное наказание. Принц, где же я в таком случае? В Дос в загородном замоке принц. Какой странный случай. Вы думаете, что он сам может прийти сюда? Ну, конечно, вместе с моей матушкой. Где она? Вот и он. Где она? Мы вас повсюду разыскиваем, прекраснейшая Эмилия. Вы себя чувствуете хорошо? Ну, тогда все благополучно. Все благополучно. Краб и ваша матушка где они? Где моя матушка? Они недалеко отсюда. Они совсем поблизости. Нет. Вы что-то скрываете от меня. Я вижу. Вы что-то скрываете от меня. Да нет же нет. Дайте мне вашу руку и следуйте за мной без страха. Однако если с ними ничего не случилось, если предчувствие обманывает меня, то почему же они не здесь? Почему они не пришли вместе с вами, ваша света? Так поспешите же, сударь, и вы увидите, как все ужасные картины сразу исчезнут. А мне делать? Как, сударь, не я внушаю вам опасения? у ваших враг приз! Боже мой, Эмилия, боже мой, как мне стыдно, как мне стыдно. Да, да, я заслужил этот немой упрек. Мое поведение сегодня утром ничем нельзя оправдать. Простите меня за слабость. Я не должен был беспокоить вас никакими признаниями, от которых не мог ждать никакого успеха. И этот случай, этот случай, который снова доставляет мне счастье видеть и говорить с вами. Я бы мог истолковать как чудесную отсрочку моего окончательного приговора, чтобы еще раз осмелиться просить о помиловании, но я хочу. Не дрожите, не дрожите, сударь, я хочу зависеть единственной только от вашего взгляда. Ни единое слово, ни единый вздох не должны вас оскорбить. Только не смущайте меня своим недоверием, только ни на одну минуту не сомневайтесь в вашей неограниченной власти надо мной. Ну, а теперь идемте. Идемте туда, где вас ждут радости, которых вы более достойны. Идемте. Взяв девушку за руку, принц ведет ее вверх по лестнице. Она неуверенно следует за ним. Следуйте за нами, Маринелли. Следуйте за нами. это должно означать не следуйте за нами. Ну, Батиста, что слышно? Мать, господинка Меркер. Я так и знал. Где она? Если вы не предупредите этого, она будет здесь через минуту. Она напала на след дочери. Что вы думаете делать? Посмотрим. Не впустить ее, раз она знает, что дочь ее здесь, это не годится. Однако она мать. Надо, чтобы она была на нашей стороне. Насколько я знаю матерей, быть чем-то вроде тещи принца польстила бы большинству из них. Пускай войдет куда. она Батиста пускай войдет. Ну, Батиста, что слышно? Мать, господинка Меркер. Я так и знал. Где она? Если вы не предупредите этого, она будет здесь через минуту. Она напала на след дочери. Что вы думаете делать? Посмотрим. Не впустить ее, раз она знает, что дочь ее здесь, это не годится. Однако она мать. Надо, чтобы она была на нашей стороне. Насколько я знаю матерей, быть чем-то вроде тещи принца полистила бы большинству из них. Пускай войдет хорда. Ведь она в артиста, пускай войдет. вы слышите? Вы слышите? Вы слышите? Вы слышите? моя? Где моя? Где мое дитя? Это ты. Ты ее вытащил из кареты. Ты ее увел. Говори. Говори, где она? Говори, ища. Это благодарность мне. Прости меня, честный человек, если ты заслуживаешь благодарности. Но где моя дитя? Где моя дитя? Ваше милость она в полной безопасности. Ей и в районе могло бы быть лучше. Вот мой господин он проведет вашу милостную. Ой, господин, вы здесь сударь? И моя дочь здесь? И вы проведете меня к ней? С большим удовольствием сударь. Погодите, погодите, погодите. Это вы сегодня утром разыскивали графа в моем доме? Это с вами у него произошло сорок. Сорок? Понятия не имею. Небольшой спор по делам принца. Вас зовут Маринелли? Маркиз Маринелли. Слушайте, господин Маркиз, имя Маринелли было последним словом умирающего графа. Умирающего графа? Умирающего графа. Ох, что вы еще хотели сказать? Я просто не понимаю. Вы не понимаете? Вы все еще не понимаете? Да, да, да. Я тоже не сразу поняла. Имя Маринелли было последним словом умирающего графа. Я был с давних пор другом графа. Его вернейшим другом. И так, если он, умирая, произнес свое имя... Как? Каким тоном он произнес эти слова? Я не могу их повторить, но я ясно слышу их и сейчас. У них было все. где же был мой разум? Как я сразу не поняла, что значит это то? Что? На нас напали грабители? Нет, это были убийцы. Подкупленные убийцы, да-да. И Маринелли. Маринелли было последним словом умирающего граба. И каким тоном он его произнес? Каким тоном, каким тоном? Слыхано ли, что в обвинении, выдвинутые против честного человека, основывалось на выражении голоса, услышанной в минуту из пул. Да! И я не могу представить на суд этот тон. Но довольна нем. довольна. Где моя дочь? Где моя дочь? Где? Дожа убита. Я прощаю все это испуганной мати. Ваша дочь здесь в одной следующей комнате. С нежнейшей заботливостью сам принц занят ей. кто? Кто сам? Принц! Наш принц. Ну, какой же еще? Так тебя и надо. Так тебя и надо. Безумная тщеславная мать. боже. Ее отец! Ее отец! Он проклянет час ее рождения. Ради всего святого! Ну, что вам приходит в голову? Все ясно. Сегодня в храме началось это мерзкое дело. Да, да. Там оно началось и здесь закончилось. Убийца, презренный, трусливый убийца. у тебя не хватает мужества убивать собственной рукой, но ты гнусно служишь удовлетворению чужой похоти, мразь, отребье, желкое отребье, среди убийц, проклятый сводь. Ну, не забывайте, где вы находитесь. Какое дело львице, в чьем лесу она рычит, когда похитили ее детеныша? Да, живу! Она дитя мое! Где ты? Дитя мое! А! А! Сюда! Иду! Иду к тебе, дитя мое! Сюда! Иду к тебе! Иду, дитя мое! Иду! 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 Смерть графа Пиани нарушила все планы принца. Приезд Клавдии еще более осложнил положение. Оставив Эмилию с матерью наверху, принц спустился в зал, чтобы поговорить наедине с Маринелли. Идите сюда! мне надо отдохнуть. Мне нужно получить от вас объяснение. Идите сюда! Ну и материнская бешеность! Вы смеетесь? вы видели принц, как неисто строгая мать, здесь в зале и как она сразу стала ручной при первом взгляде на вас. Я отлично знаю, ни одна мать не выцарапает глаза принцу за то, что он находит ее дочь прелестной. Вы плохой наблюдатель Маринелли. Дочь упала без чувств в объятия мать. Дочь, а не меня щадила она, когда не сказала громче и отчетливе то, что я предпочел бы не слышать и не понять. Что именно? Вы извиняйтесь, говорите прямо, правда это или нет. А если и правда? Если и правда, значит это правда. Граф убит? Убит? Ну, Маринет. Маринет. Ну, что же? Ну, с небом я не повинен в этой смерти. Если бы вы мне заранее сказали, что это будет стоить жизни, графу, нет, ни за что. Если бы я сказал заранее, словно его смерть входила в мои планы. Я строго-настрого приказал Анжелу, чтобы никому не причинили никакого вреда. Все обошлось бы без малейшего насилия, если бы крас первым не прибег к нему. Он неожиданно уложил выстрел одного из наших людей. Анжелу тогда пришел в ярость и отомстил за смерть своего товарища. вполне естественно. Значит, его смерть была случайность. Чистая случайность. Вы ручаетесь, и я вам верю. Но кто еще этому поверит? Мать, Эмилия, свет? Вряд ли. А если не поверят, то что же они подумают? Вашего Анжела будут считать орудием, а настоящим убийцей меня... очень может быть. Меня! Меня самого или я с этой же минуты должен буду отказаться от Эмилии. Что вы должны будет сделать и в том случае, если граф остался в живых? Приводите меня в выступление, мои Невилии. Ну, хорошо. Хорошо. Вы хотите сказать, что смерть графа была счастье. Единственное счастье, которое могло быть полезным для моей любви. Против этого нельзя возражать. Одним графом на свете больше или меньше, так ли я вас результат изумительных мудрых мер принятых вами. Меня обвиняют в том, в чем я вовсе не виноват. Я в ее объяснение. разрешите мне сказать, вашу смертность, что шаг, сделанный вами сегодня утром в церкви, шаг этот не входил в мой план. А что же он нарушил? Итак, коротко и ясно. Когда я взялся за проведение этого дела, Эмилии еще ничего не знал о любви принцев, не так ли? И мать Эмилии еще менее. А что если я весь план строил на этом и принц подкопал фундамент моего здания? Что если он сам выдал свои намерения? А если он себя не выдал право, хотел бы я знать, в каком из моих мероприятий мать и дочь могли найти пищу для малейшего подозрения? Боже мой, как вы правы, как вы правы? Поэтому я и не прав. В зал сбегает Батиста. Ваша смертность, только что приехала графиня. Графиня? Какая графиня? Орсина! Орсина! Мариней! Орсина! Мариней! Меня поражает не меньше, чем вас. Ступай, Батиста, меня здесь нет. Меня здесь нет для нее. Пусть сейчас и едет обратно. мальчик. Орсина! Орсина! Чего же хочет эта безумная? А? Мариней, ну говорите! Отвечайте! Приестр Орсина для меня такая же загадка, как и для вас. Но вряд ли она доходит, чтобы ее не приняли. Что вы думаете делать? Я не хочу с ней говорить. Я удалюсь отсюда. Хорошо, я приму ее. Но только для того, чтобы предложить ей немедленно убраться отсюда. Не заводите с ней длинных разговоров. У нас и без этого достаточно других дел. Эти дела уже устроены. Чего не достает, придет само собой. Принц скрывается за портьеры и отделяющий зал от соседней комнаты. Боюсь, она приехала не в благоприятную государство. Никого нет сюда. Дайте мне дорогу! Отстранив слугу, в зал входит графиня Орсина, красивая стройная женщина. Она не замечает отступившего к лестнице Маринелли. Что это значит? Никто меня не встречает никого, кроме этого наголеца, который не хотел и впустить меня. Ведь я вдозово, в том самом вдозово, где прежде угодливые листецы бежали меня навстречу, где меня ожидали любовь и восторги. Маринелли, хорошо, что вы здесь, хорошо, что принц вас взял с собой. Впрочем, нет, не хорошо. То, что я должна решить, я могу решить только с ним одним. где он? Кто? Принч, любезная графиня. Кто же еще? Вы полагаете, что он здесь? Вы знаете, что он здесь? Он, по крайней мере, не предполагает, что здесь графиня все. Так, разве он не получил моего письма сегодня утром? Вашего письма? Ах, да, я припоминаю, он мне говорил о письме от вас. Он мне говорил. Мой просил им письме, не просил его свиданий. Сегодня здесь, в Дозу, он не ответил мне письмом, но я узнала, что час спустя он все-таки уехал в Дозу. И вот я здесь. Странная случайность. Случайность. Да, говорят, это было условлено, но все равно, что условлено. Что такое? Что с вами, господин маркиз? Будь длинный, чего же? Мы вообще оказали так далеки от мысли когда-нибудь снова предстать перед принцем. Утро, вечер, мудреней. Где же он? Где? Господи, не все ли равно, скажете вы мне или нет? Я сама узнаю. Куда? Туда мне давно следует быть. Не думаете ли вы, что мне прилично стоять здесь с вами, когда принц ожидает меня в своих покоях? мудреней. Добошипаетесь, любезная графиня. Принц вас не ждет. Принц не может, не хочет разговаривать. Но однако что он здесь, но однако что он приехал сюда из-за моего письма. Не из-за вашего. который он получил, сказали вы. Получил, но не прочитал. Не прочитал. Не прочитал. Даже не прочитал. По рассеянности, я уверен, не из презрения. Презрения? Кто думает об этом? Кому вы считаете нужным это говорить? Вы грубый утешитель, Маринель. Не любит. Конечно, он меня больше не любит. С этим покончено. Место любви в его сердце заняло другое чувство. Кончено. Но зачем же презрение? Довольные равнодушия, не правда ли, Маринель? Разумеется. Разумеется. мудрец, мудрец, которого можно заставить сказать все, что угодно, равнодушие, 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 вместо любви. Так знайте швы, придворный человек, узнайте швы от женщины, равнодушие, пустое слово, пустой звук, который ничего не значит. Можно быть равнодушным только к тому, о чем не думаешь, только к предмету, который даже не считаешь предметом, а быть равнодушным к тому, что для тебя ничто вовсе не значит быть равнодушным. Это тебе непонятно Так вы неправильно Мои подозрители Что вы вормочете Только восхищаюсь Кому же неизвестно, любезно и грабея Что вы философ Не правда ли? Да Я философ Ну разве я дала вам повод Сейчас заметить это? И какой ужас Если это было заметно и раньше Удивительно Если принц презирает меня В самом деле Как может мужчина Любить существо Которое вопреки его воле Еще хочет мыслить Женщина должна смеяться Только смеяться Чтобы всегда поддерживать Хорошее расположение Духа Своего господина Ну Так над чем же мне теперь Посмеяться Маринель Ах да Над этой случайностью Над тем, что я пишу принцу Чтоб он приехал в Дозово А он не читает Моего письма И все же приезжает в Дозово Поистине странный случай Очень потешный Очень А вы не смеетесь со мной Маринель Ведь смеяться с нами может Наш строгий господин Хотя нам бедным созданием Нельзя мыслить Вместе с ним Так смейтесь же Сейчас, любезный господин Впрочем Нет Не смейтесь, Маринелли Видите ли, Маринелли То, что заставляет меня сейчас Так искренне смеяться Имеет и свою серьезную Очень серьезную сторону Повернувшись спиной к Маринелли Графиня достает Из-под плаща кинжал И прячет у себя на груди Случайность? Так это случайность Что принц Не думал сегодня здесь Говорить со мной И все-таки должен будет Говорить со мной Случайность В мире нет ничего случайного И уж меньше всего случайного Там, где так явно видно намерение Нет, нет Это сама судьба Это дело чьих-то рук Но Любезная графиня Без всяких но Ваше но требует размышлений Я не могу обсуждать их Ах, моя голова Ах Моя голова Маринелли Маринелли Устройте скорее Сейчас же Чтоб я могла поговорить с принцем Иначе я совсем не способна Буду говорить с ним Вы же видите Нам нужно объясниться Мы должны За портьеры показался принц Вот Скажите, наша прелестная графиня Как жаль сударами Что сегодня я так мало могу насладиться Честью вашего посещения Я замер Я не один В другой раз Моя милая графиня В другой раз А сейчас Не задерживайтесь Да Не задерживайтесь А вас, Маринелли Я жду Ну вот Любезная графиня Теперь вы слышали от него самого то Чему не хотели верить Когда я вам это говорил Слышала ли я Действительно Слышала ли я Действительно Я занят Я не один Это извинение Которого я достойна От кого не отделываюсь Таким образом От всякого просителя От всякого нищего Никакого Пустяка не смог придумать Занят Чем же Кто бы мог быть у него Идите сюда Маринелли Из милосердия Милый Маринелли Кто у него Измыслите какую-нибудь Сугашь На свой страх Что вам стоит Солгать Кто Скажите Ну скажите первое Что вам подвернется На язык А я уйду На этом условии Я могу сказать Ей частицу правды Любезная графиня Принц действительно Не один У него теперь лица От которых он не может Отлучиться Ни на миг Эти лица Только что Избежали Большой Опасности Граф Апиани Сейчас у него Жаль что я должна Поймать вас На этой уже Передумайте другую Ведь граф Апиани Если это вам еще Не известно Только что Убит Разбойниками Я встретил карету В которой Везли его тело А может быть Мне это Почудилось К сожалению Это правда Но другие лица Бывшие с ним Благополучно Спаслись Находятся здесь Это его невеста И ее Марис Он ехал с ними В Сабионетту Чтоб там повенчаться Вот кто Значит Они У принца Вот кто Невеста И мать Невесты И невеста Хороша собой Принц проявляет Большое участие В постигшем ее горе Еще бы Надо надеяться Даже если бы Она была безобразна Ведь судьба И ужасно Бедная девушка Разбойники Оторвали его У тебя Навеки Тогда Когда он Навеки Должен был Стать Твоим Бедным Кто же она Эта невеста Знаю ли я ее Я так давно Оставила город Что ничего не знаю Кто же она Это какая-то Эмилия Галлотти Кто Эмилия Галлотти Смотрите Смотрите Маринелли Как бы я не приняла Эту ложь за правду Вряд ли вы ее знаете Но все же Все же Хотя бы С сегодняшнего дня Значит Но Серьезно Маринелли Значит Та несчастная Невеста Которую Утешает Принц Эмилия Галлотти Не сказал ли я Ей слишком много И граф Апиани Был ее женихом Апиани Которого Только что Убили Никто другой Ах Браво Ах Браво Что это значит Я бы расцеловала Дьявола Который Толкнул его На это На что Я бы расцеловала Его Я бы расцеловала Его Даже если бы Этим дьяволом Были вы Сами Маринелли Браво Подойдите сюда Посмотрите на меня Прямо Прямо В глаза Вы не знаете О чем Я думаю Как я могу Это знать Вы Не принимали В этом Никакого Участия В чем Поклянитесь Ну поклянитесь Одной клятвой Меньше Одной больше Что для того Кто уже Проклят Так вы Не принимали В этом Участие Ваше Доброе Сердце Ничего Не подозревает Так я Так я вам Открою Рассудка Никогда Никогда Я еще Не была Так довольна Своим Рассудком Как сейчас Только Это тайна Тайна Принц-убийца Принц-убийца Графа Пьяни Графа Убили Не Разбойники Его Убили Сообщники Принца Его Убил Принц Как могла Такая Откроительная Мысль Прийти вам В голову Совершенно Естественным Образом С этой Самой Милой Которой Сечался Принца И через Жених Так Стремграф Должен Бог Убраться На тот Свет С этой Самой Милой Принц Сегодня Утром Долго Разговаривал В церкви Я это знаю Мои шпионы Видели Они Также Слышали О чем Он С ней Говорим Ну-со Любезный И дрожайший Комаргар Решилась Я рассудка Нет-нет-нет Кажется Я еще Достаточно Способна Связывать Обстоятельства Связанные Между собой А может быть И здесь По вашему Случайность Крати Вы можете Погубить себя Что я скажу Эту другину Завтра Я объявлю Это На рыночной Плащади А кто Возражает Мне Кто Возражает Мне Сообщить Принца Прощайте Крафиня Стремительно Направляется К двери Но останавливается Увидев Входящего Полковника Галерци Извините Меня Судар Мне Нечего Извинять Прощайте С этим Господин Все Кончено Старик Суда И узнаю Что Краф Опя Не ранен Что Он Вернулся В город Что Жена Моя И дочь Спаслись И Укрестись В замке Где Они Сударь Где Они Успокойтесь Господин Полков С вашей супругой Дочерь Не случилось Ничего Дурного Они Отделались Испуг Обе Чувствуют Себя Хорошо С ними Принц Я Сейчас Пойду Доложить Известная Графиня Могу Я Сперва Иметь Честь Проводить Вас На вашей Горячей Я Освобождаю Вас От этой Обязности Осторожней Идите Скорее Доложите Об этом Достойном Господине Вот Ваша Обязность Вы Забыли Что Сам Принц Приказал Пусть Придет Еще Рас Прикажет Я Жду Графиня Опускается В крест Господин Полковник Я Вас Оставляю Здесь Дамы Которые У Которые Я Вам Это Говорю Чтоб Вы Знали Как Отнестись К Ее Словам Которые Иногда Бывают Весьма Странны Лучше Всего Не Вступайте Ни в Какие Переговоры Хорошо Хорошо Только Подорогитесь Суды Прошу Вас Маринелли Уходит Что он Вам Сказал Несчастный Человек Несчастный Конечно Конечно Это Не могло Быть Правдой Но Если Он Вам Сказал Правду Так Не Ту Которую Вам Предстоит Узнать Предстоит Узнать Разве Я Достаточно Знаю Вы Ничего Не Знаете Ничего Добрый Если Это Единственное Ваше Дитя Единственное Впрочем Мне все равно Единственное Или нет Несчастное Дитя Всегда Единственное Несчастное Судар Однако Безумное Так Не Говорят Безумное Так Вот Что Он Вам Сказало Мне Ну Что Это Впрочем Может Быть Еще Не Самая Грубая Либо Ложь Я Ощущаю Нечто Подобное И Поверьте Кто При Некоторых Обстоятельствах Не Теряет Рассудка Тому Нечего Терять Что Я Должен Думать Вы Не Должны Трезерать Меня Не Должны У Вас Есть Рассудок Я Это Вижу Я Вижу По Решительному Выражанию Вашего Лица А Стоит Мне Сказать Вам Одно Слово И Вы Его Лишитесь Так Скажите Ж Мне Это Слово Если Вы Не Хотите Чтоб Я Действительно Лишился Рассудка Скажите Мне О В Случай Вы Не Безумная Остаку Хорошо Так Слушайте Меня Что Вы Знаете Говорят Что Знаете Уже Довольно Что Опиане Ранен Только Ранен Опиане Мертв Его Убили Убили Судар Судар Вы Хотели Помещить Мне Рассудка Разглавите Мне Сердце Ну Так Так Это Только Между Прочем Дальше Жених Убит А Что Случилось С вашей Дочерью Хуже Смерть Хуже Смерти Но Позвольте Не Известно Только Одно Что Может Быть Хуже Смерти Так Значит Она При этом Умерла А В то же Время Не Умерла Не Умерла Добрый Отец Нет Она Жива Она Теперь Только Будет Жить По-настоящему Это Будет Роскошная Жизнь Привольная Веселая Пока Не Кончится Но Это Слово Это Единственное Слово Которое Должно Лишить Меня Рассудка Скажите Мне Его Не Давайте Ваш Пят По Каплям Скажите Мне Его Так Составьте Его Сами Утром Принц Во Время Мессы Долго Говорил С вашей Дочерью Вечером Она Здесь У него В загородном Увеселительном Занте Говорил С ней Во время Мессы Принц С моей Дочерью Жар Достойчиво С каким Жаром И у него Договориться И хорошо Хорошо Если Они Договорились Хорошо Если Ваша Дочь Пришла Суда Добровольно Тогда Видите Ли Это Будет Ненасильственное Похищение А всего Лишь Маленькое Убийство Клевета Проклятая Клевета Я знаю Свою Дочь Если Было Убийство То Было И Насильственное Похищение Ах Клавдия Ну Матушка Вот Она Вот Милость Принь Что Подействовала Старик Подействовала Я стою здесь Перед Разбайничем Договом Бодуардо Оглядывается Вокруг Ища оружие Ничего Ничего Решительно Ничего Понимаю Этим Я могу Вам помочь Графиня Протягивает Галет И свой Кельжал Возьмите У меня Я принесла С тобой Возьмите Возьмите У меня Есть еще Кое-что Яд Но яд Это для нас Для женщин Возьмите Благодарю Дитя Мое Кто повторит Что ты безумный Тот будет иметь Дело со мной Спрячьте Его Спрячьте Скорей Мне не дано Бого случая Воспользоваться Им От вас Не уйдет Этот случай Не упустите Его Если вы Мужчина Я Но я пришла Вооруженная С твердым решением Доверимся Друг другу Мы можем довериться Мы оба оскорблены И оскорблены Одним и тем же С обгазмителем Если бы вы знали Как он оскорбил меня Если бы вы знали Как он может Оскорбить Вы может быть Тогда Знаете ли вы меня Я Арсина Брошенная Обманутая Арсина Брошенная Из-за Вашей Дочери Но при чем Тут ваша дочь Завтра Он бросит Ее Потом Другую Опять Другую Еще Еще Ах Какая небесная Фантазия Что если бы Когда-нибудь Мы все Брошенные Обманутые Им Женщины Превратились В вакханок И фурии И он Очутился бы Среди нас Мы бы Растерзали Его тело Разорвали На части Чтобы найти Сердце То сердце Которое Обещал Каждый Из нас И ни одной Не отдал То-то был бы Праздник То-то был бы Праздник В зал Входит Клавдия Приближается К муж Что мне Тебе Сказать Когда Ты все Знаешь Но мы Не повинны Наша Дочь Не повинна Ни в чем Не повинна Прошел Только Успокойся И отвечай Мне Граф Умер Правда Что принц Говорил С Эмилией Сегодня Во время Мясы Правда Но если бы Ты знал В каком Она была Отчаянной В каком Она смятении Вернулась Домой Знает ли Эмилия Смерть Опьянит Нет Знать Она этого Не может Но я боюсь Что она Догадывает Что ж Она Вздыхает Нет Это прошло Ты же знаешь Ее характер Она у нас Самая боязливая Но и самая Решительная В нашем роду Она держит Принца На расстоянии Одуарда Одуарда Увези Нашу Клавдия Клавдия Я Я приехал Верхов Что же делать Что же Сударыня Вы ведь Возвращаетесь В город Да конечно Не будете ли вы Так добры взять Мою жену С собой Охотно Конечно Клавдия Графиня Арсина Моя благодетница Ты должна Поехать с ней Чтоб сейчас же Прислать карету За нами Эмилии Незачем Больше ехать К воссталу Она поедет Со мной И никаких Возвращений Пойдем 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 Клавдия Отправив Отправив жену С графиней В город Одуарду До ожидания Город Возьмет При одном желании Я вам расскажу Что надо делать Если сбудутся Ваши подозрения Идет сюда Уклонился Еще от встречи С ним Принц В сопровождении Маринелли Покидает зал Входит Одуарду Никого еще нет Хорошо Это мне Усчастливилось Я к ничему Близенье Чем бурная Юношеская Голова С седыми Волосами Я так часто До себе Говорил И все же Дал себя Увлечь А кому Ревнивицы Женщине Помешавшейся Тревности Только Эмилию Должен я Спасти Поспешно Входит Маринелли Где вы пропадали Сударь Где вы были Дочь моя Была здесь Нет Но его светлость Приходили сюда Пусть он Меня извинит Я провожал Графиню Ну и что же Добрые женщины Где ваша супруга Уехала с графиней Чтоб сейчас же Песлать карету За нами Пусть только Принц Извинит меня Что мы с дочерью Так долго Остаемся здесь Почему эти Церемонии Разве Принц Не счел бы С удовольствием Для себя Самому Отправить В город Мать и дочь Дочь По крайней мере Должна была бы Отказаться От этой чести Как так Она не вернется Большим хвостам Не вернется Почему Граф скончался Так тем более Она должна Ехать со мной С вами Со мной Ведь я же вам говорю Что граф скончался Она должна ехать И поедет Конечно Будущее место жительства Вашей дочери Будет зависеть Исключительно От воли Ее отца Только для начала Что для начала Вы безусловно Должны будете Разрешить Господин полковник Чтоб ее Отвезли В гвозд встал Мою дочь А зачем Зачем Сообразите Только Что соображать Соображать Она должна Ехать и поедет Зачем так Горячить Ну может быть Я ошибаюсь Может быть То что я считаю Нужным Совсем не нужно Принц Лучше всех Зможет решить Пусть Принц решит Иду за ним Иду за ним Как Предписывать Мне Куда ее Везти Не отпускать Мою дочь Компетлю А кто Хочет Этого Кто Смеет Это Сделать А Тот Кто Здесь Всесилен Хорошо Так Пусть Он увидит На что Осмелюсь я Если бы даже Не имел На это Права Тот Кто не умажает Закона Так же Могуществен Как тот У кого Нет закона Если бы Мне знать Если бы Мне знать Под каким Предлогом Они хотят Отправить ее В посталу По лестнице Спускается Принц А Мой добрый Мой любезный Колес Должно быть Случило что-нибудь Очень важное Если я вижу вас У себя По незначительному делу Вы бы не пришли Но я не упрекаю вас Ваша святность Я считаю При всех обстоятельствах Неприличным Навязываться Своему государю Кого ему нужно Того он сам Позовет Если тот Понадобится ему Даже и теперь Я прошу Прощения Многим из людей Я пожелал бы Обладать Этой гордой Скромностью Ну Где он Любезный Горочий Где он Вы сгораете От желания Увидеть Вашу дочь Она В новом Беспокойстве Из-за неожиданного Отъезда Столь нежной Матери Зачем понадобился Этот отъезд Я только ждал Чтобы Эмилия Вполне Оправилась И торжественно Отвез бы Обеих в город Вы лишили меня Половины Этого торжества Но я не дам вам Полностью Меня лежит Ваша святность Я знаю Что нужно Моей дочери При ее Деперечных обстоятельствах Удалиться От света Монастырь И как можно Скорее В монастырь А пока пусть Только отец Видит ее слез И такая краса Должна Увидать В монастыре Впрочем Никто не смеет Прекословить Отцу Маринели Что ж Везите Вашу дочь Галюци Куда хотите Мне жаль Что я должен Воспрепятствовать Воле Моего господина Но долг Дружбы Поверевает Мне видеть В нем Прежде всего Сущим Дружбы Какой Дружбы Вы знаете Как Сильно Любил я Граба Абья Как тесно Сплетались Наши души Он сам Назначил меня Своим Мстителем Вот Спросите Ваши супруги Маринелли Имя Маринелли Было Последним Словом Умирающего Графа И каким Тоном Каким Тоном Он это Произдет Пусть Этот страшный Голос Будет Вечно Звучать В моих Ушах Если Я не Приложу Всех Сил Для того Чтобы Найти И Поковрать Его Рассчитывайте На мое Полное Содействие Хорошо Что же Дальше Это И я Вас Спрашиваю Подозревают Что на Графа Напали Неразбой Что соперник Хотел Устранить Его Своей Дорогой Соперник Не иначе Соперник К тому же Пользующийся Благосклонностью Благосклонностью Что вы говорите Только то Что распространяет Молва Это конечно Неверно Это невозможно Я буду Опровергать Это даже Если бы вы Сами Удверждали Но при всем Том Нельзя будет Обойти Без допроса Прекрасный Пострадавший Да Во всяком Служит А где же Как Невгвостальни Может произойти Этот допрос В этом вы В этом вы Правы В этом вы Правы Да Это Меняет Дело Любезной Галюци Вы Сами Видите О да Я вижу Я вижу То что Вижу Что с вами Что вас Смущает А кто Знает Не сочтет ли Правосудие Нужным Допросите Меня Очень Возможно Вы знаете В таких случаях Правосудию Лучше сделать Слишком много Чем слишком мало Поэтому я опасаюсь Чего вы опасаетесь Что нельзя будет Допустить Чтоб мать И дочь Могли говорить Друг с другом Им не дадут Говорить Друг с другом Будут вынуждены Разлучить Мать И дочь Разлучить Мать С дочерью Мать Дочь И отца Форма Дохросплендки Требуют принятия Подобной Предосторожности Мне очень жаль Ваша смертность Но я вижу Себя вынужденным Убедительно Просить Чтоб Эмилия По крайней мере Оставалась Под особой охраной Под особой охраной Принц Принц Успокойтесь Любезный Галючи Вы его не поняли Под словом Охрана Вы подразумеваете Тюремное заключение Позвольте Меня так это понимать И я успокоюсь Ни слова О тюрьме Маринелли Здесь Очень легко Можно совместить Строгость Законов С уважением Безупречной Добродетели Если Эмилия Должна находиться Под особой охраной То я знаю Самое приличное Для нее Это дом Моего канцлера Глимальди Я сам ее доставлю Туда Без возражений Маринелли Вы знаете Моего канцлера Глимальди И его супруга Вода Да да Знаю Знаю Нет Нет Сударь Сударь Не уступайте в этом Если Эмилия должна быть Под особой охраной То ее нужно запрятать В самую глубокую темницу Ну настаивайте Настаивайте На этом Прошу вас Я безумец В своей просьбе Я Ваш сверху Да 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 Кто При некоторых Обстоятельствах Не теряет Рассудка Тому Больше Нечего терять Я право Вас не понимаю Любезый Галяти Что я могу сделать Сверх этого Да да В доме Канцлера Глимальди Так решено Так и сделаешь Сами вы Можете располагать С собой Как вы хотите Можете Последовать за нами В гвоздалу Можете вернуться В Собианет Словом Как хотите Смешно было бы вам Указывать А теперь До свидания Любезный Галяти Пойдемте В Собианет Становится Пошли Значит Мне нельзя Поговорить С моей дочерью Даже здесь Ведь она еще Не знает О смерти А я Она не знает Почему Ее разлучают С родителями Чтобы приготовить Ее к этой смерти Чтобы успокоить Ее по поводу Этой распутки Ваша святность Я должен Поговорить с ней Так пойдем Ваша святность Пришлите ее сюда Прошу вас Ваша святность Прошу Ах Любезный Галяти Если бы вы Согласили Стать Моим Другом Руководителем И отцом Принц и Маринелли Удаляются Очевидно Нет Я буду Сердечно Рад Как весело Представление идет К концу Так или иначе А если Если она с ним Сговорилась Если она Не заслуживает Того Что я хочу Для нее сделать Что же я хочу Для нее сделать Хватит ли у меня Мужества Сказать это Самому себе Я Задумал Такое Страшное дело Страшнее Которого Нельзя задумать В дверях Появляется Эмилия Вы здесь Батюшка Вы Один А матушка Ее здесь Нет А Граф Граф Акфианов Его здесь Нет И вы Батюшка Так взволнованы А ты Так Спокойно Дитя Мое Почему же Мне Не быть Спокойной Батюшка Или Ничего Не потеряно Или Все Можем Мы Или Должны Быть Спокойны Разве Это Не все равно А как Ты думаешь То Или Это Я думаю Что Все Потеряно И что Мы должны Быть Спокойны И ты Спокойна Потому Что Должна Быть Спокойна Подаю знак Что Понимаешь Что Под словами Все Потеряно Что Краф Убит И за Что Он Убит Что Стало Стало Быть Это Правда Батюшка Стало Быть Это Правда Все Эта Ужасная История Которую Я Прочитала Мокрых От слез Глазах Моей Матери Где Куда Она ушла Отец Мой Она Уехала Почему Мы Еще Медлим Здесь Если Краф Убит По той Причине Которую Я Подозреваю Зачем Зачем Мы Еще Медлим Здесь Батюшка Пирки Давайте Старей Убежим От Зачем Ты Сейчас Находишься И останешься В руках Своего Посетителя Старей В его Руках И Одна Без Матери Без Меня Я Одна В его Руках Нет 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 Никогда И Вы Мне Не Отчем Я Ее Руках Нет Нет Хорошо Только Оставьте Меня Только Оставьте Меня Я Посмотрю Кто Сможет Меня Удержать Кто Меня Может Заставить Кто Тот Человек Который Может Принуждать Другого Человека Складаю Ты Спокойно Дитя Мое Спокойно Что же Вы Называете Быть Спокойной Пошить Руки Страдать Незаслуженно Все Сносить Чего Не Должно Все Сносить Дочь Моя То Я Меня Если Если Таково Твое Спокойствие То Я Обретаю В нем Снову Свою Подумай Подумай Только Под Огон Слепного Следствия Он Отрывает Тебя От нас И Увозит Креманде Отрывает Меня Меня Отвозит Хочет Меня Оторвать Хочет Меня Увезти Хочет Он Он Хочет Словно У нас Уже Нет Нет Своей Воли Батюшка Я Пришел Я Что Схватился За Этот Держав Что Нас С Серд С Одну Нес Батюшка Батюшка Не надо Батюшка Это Жизнь Единственное Что дано Порочным Людям Нет Батюшка Мне Дайте Этот Нем Жал Батюшка Обомнись У тебя Всего Одна Жизнь Всего Одна Невинность Которая Превыше Всякого Насилия Мне Сильнее Всякого Соблазна Насилие Насилие Кто Не дает Отпора Насилию То, что называют Насилием Это Ничто Соблазн Вот Вот Настоящ Насилие В моих Жилах Кровь Батюшка Молодая Горячая Кровь И чувства Мои Человеческие Чувства Я ни за что Не отвечаю Я не способна Бороться Я знаю Дом Кремаль Это Дом Веселья Один только Час Проведенный Там На глазах У моей Матери И в моей Душе Поднялось Столь Сильное Смятение Что строжайшие Доводы Религии Не могли Его унять В течение Несколько Недель Религии И какой Религии Чтобы избежать Беды Не больше Этой Тысячи людей Бросались В воду И стали Скрипиваться Дайте мне Этот кинжал Если бы тебе Был известен Этот кинжал Что же Если он Неизвестен Неизвестный Друг Тоже Дайте Дайте А если Я тебе Его Дам Вот Эмилия Заносят Над собой Кинжал И вот Нет Это Нет Вет Валерий Вот Я даже Нашпилькой Из распустившихся Волос Эмилии Падает Роза Приколотая Утром Ты Еще Здесь Прочь Тебе Не место В волосах Какой-нибудь Кем должна Я стать В полоре Моего отца Дочь моя Дочь моя Самолчай Садочка Если я угадала Ваше намерение Нет Вы этого не хотите Иначе Чем же вам Медлить Я как-то Был отец Который Чтобы спасти Свою дочь От позора Погрузил Сталь Ее сердце Во второй раз Дав Ей жизнь Все эти подвиги Относятся Ко прошлому Никаких отцов Больше Уже нет Есть Нечто Больше Моя Есть Адуарду Вонзил кинжал В грудь Дочери Сорвали розу Прежде чем Буря унесла Я лепестки Дайте мне Поцеловать Эту руку Отца Бегает Принц Что Что это Эмилии Не хорошо Нет Ей Ей хорошо Ей Очень Хорошо Боже Боже Что Вижу Я Что Вы Север Сорвала Розу Прежде чем Буря Унесла Ее лепестки Не так ли Не так ли Дочь моя Не вы Батюшка Я сама Нет Сама Нет Это Это не ты Не ты Это Это Твой Отец Твой Несчастный Отец Ах 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 Девушка Эдуардо Бережно Опускает Тело Дочери На ступени Лестницы И Склоняется Над ним Переселись Несчастный Виной Мир С ужасом Смотрит Принц На неподвижно Лежащую Его ног Девушку Белом Подвенечном Платье Что же Принц Нравится Вам Возбуждает Она Ваши страсти И теперь Вся в этой крови Попиющей Об обращении Вам А вы Вы ждете Чем все это Кончится Вы Может быть Думаете Что я Обращу Эту Сталь Против Самого Себя Вы Ошибаетесь Вот он Лежит Кровавый Свидетель Моего Преступления Я пойду И отдамся Сам В руки Тюлямщиков А потом Там Буду Ждать Вас Как Моего Судью Судью